Севастополь Организация объединяет тех, кто сами в прошлом были наркозависимыми или страдали от алкоголизма. Они знают эту проблему изнутри, победили ее и помогают другим людям. Гость студии Игорь Юрьевич Карташев, председатель региональной общественной организации «За жизнь», руководитель православного восстановительного центра. Здравствуйте, Игорь Юрьевич. Здравствуйте. Во-первых, поздравляю вас с победой в конкурсе. Спасибо большое. На что планируете потратить средства? Ну, первостепенно мы планируем расширить наше помещение, нашу площадь. То есть мы арендуем еще одно помещение для того, чтобы уже могли одновременно оказывать помощь большим людям. То есть, ну, естественно, без ухудшения качества услуг сегодня, которые мы оказываем в нашем центре. То есть это первостепенно. Закупка оборудования какого-то, это спальное, обеспечение спальных мест, то есть обучение персонала. То есть мы планируем пройти трехмесячный курс по программе консультанта химической зависимости. То есть наши ребята сегодня это, ну, просто те люди, которые стали трезвыми. Да, сегодня пришло время, то есть, и слава Богу, мы выиграли этот грант, что мы уже имеем возможность, сами получив, получать знания какие-то от тех зависимостей, от которых страдают наши воспитанники. И в их жизни появляется цель. Да, ну, все эти знания, дабы перенести уже на площадки наших центров, то есть в те собрания, которые мы проводим по вечерам, и поделиться этим опытом уже подкрепленными знаниями настоящими. Вы сказали, что будет арендовано еще одно помещение. Давайте тогда расскажем, что сегодня представляет центр, сколько человек одновременно вы можете принять, кому? Смотрите, сегодня центр представляет себе некую общину, которая работает под, как говорится, под патронажем Русской Православной Церкви. То есть мы арендуем помещение порядка, там, больше 200 квадратов. То есть на сегодняшний день у нас, ну, 28-30 человек, то есть предусмотрено в этом помещении разместить людей, которые не только зависимы от алкоголизма и наркомании, но и попавши в трудную жизненную ситуацию. Кто-то приехал сюда свою счастливую жизнь строить, да не получилось. То есть на самом деле в нашем городе сегодня очень много таких людей, которые просто потерялись в жизни. И они со временем, естественно, становятся зависимы больше в большинстве своего от алкоголя. Вот они, ну, то, что им улица сегодня предлагает, даже это взрослые люди, им по 40 лет, и, ну, плюс-минус, тем не менее. То есть, вот, таких людей мы понимаем. Это такое островок, где они могут остановиться, подумать, да? Да, вот это и есть такой центр, ну, такое некое временное, ну, пристанище, что ли, где человека примут, не спросят, почему у тебя так, откуда ты такой взялся. Никто не осудит, никто не осудит. Никто не осудит, потому что все сами из этого же теста, как говорится, да, все ребята прошли эту всю проблему. То есть каждый когда-то принял решение, что нужно жить по-другому, научился жить по-другому, обрел некий опыт трезвой жизни, и сегодня готов им делиться, то есть. Каким образом организован процесс социальной адаптации в вашем центре? С чего все начинается? Вот человек действительно задумался, или родственники, или знакомые, увидели, что человек нуждается в помощи. Да, 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 то есть мы распространяем какую-то рекламную информацию, это какие-то рекламные буклеты, опять же. То есть некоторые рекламные агентства идут на встречу, там, сети-лайты ставим по городу, просто визитные карточки раздаем неблагополучным гражданам, которые элементарно встречаем на улице, то есть наши ребята. Ну, очень часто встречаешься с мошенниками, да, и все-таки патронат православной церкви, мне кажется, это некий такой, как бы, гарантия качества, какой-то оберег, мне кажется, что все равно люди больше верят. Православная церковь, просто это наша русская вера, истинная русская, настоящая вера. То есть то, что предлагают многие зарубежные, она, ну, я сейчас, ну, не будем говорить о том. У каждого свой путь, но тем не менее есть мошенники, которые пытаются на этом заработать деньги, каким-то образом что-то... У вас все это на безоплатной основе, правильно? Человек попал в сложную ситуацию, у него нет ни финансовой возможности, ничего, и у него есть возможность прийти к вам. Знаете, человек, когда приходит к нам, он получает в первую очередь помощь, первостепенно, он является так называемым благополучателем. То есть он предоставляет кровь, питание, то есть чистое велье, одежда, там, да, врачебная помощь, обследование, это флюорография, но обследование у дерматолога, если такова есть необходимость, то есть сдача анализов, опять же, да, там, на РВ, еще что-то. Ну, такие элементарные вещи, ну, без которых человек просто, ну, не может проживать в обществе нашем, то есть, ну, чтобы он других не заражал, он не сегодня здесь в центре, не когда уже уйдя, если мы, ну, выявляем какую-то проблему, естественно, у нас есть договоренность с медицинскими учреждениями, где люди эти получают уже квалифицированную помощь, ну, там, а там уже как это бывает, ну, бывает на каких-то личных договоренностях, если у человека нет документов, то есть бывает, ну, по полюсу, если еще не все потеряно. Вот, человек, получив вот эту помощь, вовлекается в общий процесс социальной адаптации, то есть принимает участие в собраниях, принимает участие в жизни центра, то есть в жизни всего дня. Это и молитвенные правила утренние, и чтение духовной литературы, опять же, ну, проходит у нас, ну, работа с психологом как групповая, так и личная, то есть терапия, то есть психолог дипломированный приходит, занимается с ними, то есть, опять же, говорит о проблемах, говорит о срывах, как это все предотвратить, как это все, ну, воплотить нормальность в свою жизнь. По выходным ребята ходят в кино, в театр, то есть, опять же, ну, есть договоренности с театром Черноморского флота, здесь и севкино, вот, компания вот эта, которая, вот кинотеатр «Победа» нам любезно представляет билеты, опять же, на взаимовыгодных условиях, мы им помогаем, они нам, да. Вот именно, что людей, наша задача научить человека, вот, показать ему жизнь нормальную, без употребления алкогольных и наркотических веществ, и еще какой-то гадости, которая сегодня только распространена ее, то есть, показать человеку, что жить на самом деле интересно и трезво здесь, что ты не должен так жить, но что ты можешь так жить. Самое главное, человеку сказать, что ты так жить можешь, и впоследствии человек обретает эти знания, навыки и элементарное желание, то есть, он смотрит на тех людей, которые идут впереди, если ему хочется так жить. Если православные ценности не близки, допустим, вашему клиенту или посетителю, не знаю, как они, как вы их называете, кстати? Воспитанники. Ваши воспитанники. Раньше мы их называли реабилитантами, как мы только их называли, но больше всего пришлось воспитанники, да, это действительно, и ему, несмотря на то, что бывает этим людям 50 лет, а руководитель у одного из наших филиалов 24, он для него воспитанник, то есть, ну, вот этот человек, которого он 50, он берет знания и опыт у молодого человека. Хорошо, но вы же не отказываете, да, если человек не разделяет православной верой и как бы... Мы ему тем, ну, так или иначе, мы все равно его примем, мы ему расскажем о наших условиях, о наших дисциплинах и каких-то критериях, то есть, на чем основан центр, что лежит в основании всего процесса. Здесь какие-то жесткие ограничения, да, нельзя употреблять спиртное и нельзя употреблять... Ну, естественно, да, там наркотики, спиртное, то есть, мы постараемся привлечь, ну, как бы восстановить в людях морально-нравственный облик человека, да, то есть, ну, мы говорим уже христианина, когда уже это все у нас в центре происходит, то есть, человеку предлагаем вот такие наши условия, вот наша помощь будет оказана вот в таких-то определенных рамках, мы больше не можем тебе показать, ну, плюс-минус, да, если ты готов получить эту помощь, милости просим, заходи, тебе сейчас, ну, как бы, получи все необходимые блага, которые мы... Все абсолютно открыто, в общем, для людей. Да, конечно. И человек может уйти в любой момент, если он понимает, что... Если человек, допустим, разделяет наши взгляды, да, он говорит, я не хочу тут с вами, там, ходить в церковь, я не хочу все это делать, московожаемый, возможно, ты найдешь себе другой похожий центр, ну, где тебе примут, и там, ну, ты с ними разделишь их, ну, то, что они тебе предложат, но у нас нужно делать так. Это, ну, процесс реабилитации, самой социальной адаптации, это, на самом деле, ну, такая, ну, связь всех вот этих компонентов. Если в какая-то часть выпадает, то есть... Какое-то звено выпадает, то цепочка рвется. Пустота, ну, и не будет смысла. То есть человек может побыть у нас полгода, а результата нету. Он не хочет ни меняться, не хочет ни восстановиться. А было такое, что человек вот год у вас пробыл на реабилитации и не получилось? Вот вроде пока находился, вышел... Вот эти, ну, некоторые люди, которые проживают год, некоторые живут два, то есть ему говоришь, говоришь, он не нарушает никаких дисциплин. Просто удобно, да? Есть и такие люди, которым реально просто удобно, но для них это, на самом деле, даже лучше выход, нежели он будет лежать где-то на лавочке на улице. То есть такие люди пускают, а мы не принуждаем никого, что ты должен там, ты должен. Нет, мы учим их, мы говорим, что ты можешь. То есть, ну, ты же сможешь. Вот, то есть мы смогли, и ты сможешь. Вот, если человек, ну, а есть люди, которые ему неинтересны. Ему говоришь, что, почему ты не идешь делать паспорт себе? Почему ты не восстанавливаешь документы? Почему ты не решаешь свои какие-то социальные проблемы, которые ты разрушил на сегодняшний момент? Да, ну, зачем это мне? То есть такой, у него нет, ну, есть люди, которые бесцельно. Люди, которые ждут, что кто-то за себе это пойдет сделать. А потом такой человек, к сожалению, он идет на улицу, в срыв впадает, да, опять, и рассказывает своим друзьям собутыльникам, что в этом центре ему помощи не оказали. То есть ему не принесли паспорт на блюдечке, да, ему не заплатили, не давали денег, сколько ему там, ему не разрешали пить по выходным или там еще каким-то непотребством заниматься. Ну, такие, к сожалению, тоже попадаются. Я даже больше скажу, таких, ну, довольно достаточное количество. Но, тем не менее, даже если какую-то часть можно спасти, помочь, поддержать. Тот, кто прожил по-настоящему год, который, ну, прошел весь курс от начала, от, как говорится, от поступления до конца, то есть брал на себя какие-то определенные обязательства, ответственности уже за других. То есть он, ну, прожил через все это. То есть большинство ребят сегодня трезвые. То есть кто реально прочувствовал на себе, осознал, понял, принял четкие решения. У вас создаются семьи, да, как бы все же это идет в дальнейшем. Конечно, но воспитал в себе определенные принципы и навыки, на которых он обопрется в дальнейшей жизни. То есть это ему помогает. То есть наши ребята все общаются, они все рядом с нами. Они посещают богослужения, они приходят на собрания. Мы организовываем совместные какие-то пигники в какие-то праздники. То есть они, ну, все ребята с нами, ну, все, если ты потеряешь ниточку, и ты опять найдешь себе другой коллектив, который не будет тебе близок по трезвости, по духу, то есть нет гарантии, что ты долго продержишься. Держись с нами, иди, работай, живи, учись, там, женись, но будь рядом. То есть вот у тебя здесь есть, мы тебе будем и друзья, и, ну, образно говоря, и семьей, то есть мы тебе будем. Ты живи самостоятельно, но ты, ну, запомни, откуда ты взялся. Есть какой-то оптимальный срок адаптации? К семьям мы обязательно вернемся, но вот минимальный тот срок, когда человек действительно может. Минимальный человеку мы предлагаем три месяца. Это минимально. То есть рекомендуем год. То есть почему год? Потому что человек в трезвости, в своем эмоциональном состоянии должен прожить все времена года. То есть это важно. Потому что, ну, наше сознание, наше чувство меняется. Весной это другое, да, летом совсем другое. Осенью как-то погрустнее, зимой вовсе там. И вот когда человек научится себя чувствовать трезво, то есть как ему трезво чувствуется себе зимой, да. Бывает человек осень-зиму прожил в трезвости, все хорошо, весной ушел, захлестнула волна эмоций в весенних. Все, человек опять вернулся к употреблению. Поэтому мы рекомендуем год, чтобы человек смог все это пережить, все на себе прочувствовать. Какие у него были мысленные изменения, какие чувственные и прочее, 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 прочее. И научиться это все, ну, держать в какой-то стабильности, более-менее в равновесии, чтобы он умел, умел, как бы, ну, сам быть хозяином своих эмоций, своих чувств. И все ответственность за себя. То есть, да, сам за себя, ни каких-то эмоций, ну, допустим, настроение плохое, что делать, да, обычный человек? Пойду там закину спиртного. Вроде полегчало. А вы что предлагаете делать? Вот настроение плохое. Пойдем в кино? Конечно. Отвлекемся. Отвлекемся. Давай поговорим, пообщаемся. Да, есть у нас и штанги, и груши, и гантели, все что угодно. То есть, отвлечься предлагаем. Найти себе... Деномышленника, опять же, да, создать семью. Есть некоторые хобби, которые тебе будут, ну, сопровождать тебя по жизни, которые тебя будут отвлекать от всего негативного, то, что у тебя было раньше. То есть, раньше, ну, как бы, прошлую жизнь мы предлагаем забыть. Есть у тебя друг вопиоха, забортового, есть у тебя еще какие-то такие, ну, деструктивные... Все, что тянет скотно. Все, не нужно тебе. А есть ли необходимость переехать в другой город, допустим, да? Или вообще просто... Возможно, в другой город, возможно, идти, ну, ходил ты одним путем, ходи другим. Пускай он длинней, но он новый. То есть, нужно внести в свою жизнь, ну, все новое, старое, ну, надо забыть. Потому что это все эмоции, опять же, да, чувства, воспоминания. Вот тут-то мы с друзьями были здесь, так было нам хорошо. Когда это было? Когда тебе было 20 лет? Когда ты был молод и полон сил, тогда тебе и казалось, что все это ерунда. Если было все так хорошо, почему же все так печально? Ну, начинается всегда все красочно, да. То есть, зависимость — это страсть, то есть, которая, ну, как бы, от лукавого, да, если я... Ну, я верю в человека, я в это верю, что все страсти, это, ну, нам посылает бесовское действие. Поэтому, то есть, страсть начинается со сладости, да. Тебе говорят, что это хорошо, это интересно, это здорово, то есть, это весело, это... Да, вы можете помочь людям, которые осознали, что у них есть проблемы, но ведь очень многие люди, и молодые, да, и женщины, и мужчины, они не дают себе отчет, ну, не хотят себе признаться, да, и окружающие пытаются им помочь, но, в принципе, это невозможно. Что вы им порекомендуете, и могут ли родственники к вам обращаться за каким-то советом, консультацией, помощью? Смотрите, у нас, как бы, как таковой практики, ну, большой нету с созависимыми людьми работать, поэтому, то есть, просто есть партнеры, которые могут помочь проконсультировать маму, или папу, или родственника, которые, ну... А такого не было, что обращаются с родственниками? Обращаются, конечно, да, это регулярно, это стабильно. И он не понимает, и отрицает. Ну, я предлагаю, знаете, как такое некое условие жесткой любви, то есть, нужно сына просто оградить, не давать ему средств на все это, вплоть до того, чтобы перестать его кормить. То есть, за что я тебя буду кормить, 40-летнего детину, или, там, 30-летнего, за что я тебя буду кормить? Ты иди, зарабатывай. Ну, предлагаю родителям поставить, ну, своего ребенка перед выбором, да, ну, как ребенка, ему 40 лет, ребенок, да, там, или 30 лет, что-то, ну, как-то так. Ну, для матери мы всегда будем дети, да. Ну, предлагаю поставить ему его перед выбором. Либо ты идешь в центр и возвращаешься к нам, нормальным человеком и гражданином, да, пытаешься хотя бы что-то делать, мы тебя всячески поддержим. Либо просто иди, ну, и будь. Это тяжело сделать, ну, такому матери тяжело сделать, но тем не менее. Но это такая беда, с которой по-другому невозможно. Нет, это вот именно, что только жесткие меры, только, ну, именно не намерения, а меры. Если сказал, надо сделать. То есть, знаете, как зависимый человек, это он очень хороший манипулятор. И созависимый, он поддается на эти манипуляции, начинает манипулировать тоже, вот, пугать этого человека. А тот, ну, зависимый человек, знаешь, что, ну, побурчит, сейчас мама побурчит, все равно накормит, даст спать. А утром я еще у нее денег выпрошу, но какие-то опять свои проблемы, пустив слезу, жалости, горести, что если ты мне не дашь, я пойду воровать, меня посадят в перьму. Опять же все это отлакало. Все, да, все, конечно, все это, ну, все это посылает нам вот сила вот эта бесоска. То есть, ну, некоторые родители долго не могут осознать это, долго терпят, пытаются сами там как-то. То есть, ну, вообще-то я, конечно, рекомендую обратиться к специалистам, которые именно занимаются созависимыми. Они, у них тоже есть целая программа, они дадут ряд рекомендаций, которые, ну, при соблюдении которых можно подготовить, ну, человека к реабилитационному центру. Ну, и те, кто смотрит сейчас нашу программу, который столкнулся с этой бедой и осознает, они могут связаться с вами, они могут безоплатно получить какую-то консультацию и, в принципе, социальную адаптацию в дальнейшую. Если есть желание, могут прийти, то есть, посмотреть, почувствовать, увидеть. И в любой момент прийти, если нет. Конечно, все открыто, а смысл держать человека, ну, если бы он не хочет этого делать, для чего? Ну, чтобы он обозлился на весь мир, на родителей, которые его туда упрятали, на того консультанта, который его там будет держать, чтобы этот консультант пошел в магазин, а он со своими дружками там где-то его встретил за то, что, ну, убежав в итоге. Ну, зачем? Все это дело добровольное и сугубо личное. И результат зависит на 80% от того человека, который имеет желание встать на путь нормальной трезвой жизни. Спасибо вам огромное. Я напоминаю телезрителям, что гостем студии был Игорь Юрьевич Карташев, председатель региональной общественной организации «За жизнь», руководитель православного восстановительного центра. Нельзя начать жизнь сначала, но можно продолжить ее по-другому. Я же с вами не прощаюсь. До встречи на информационном канале Севастополя. Севастополя.